Давно мечтал иметь плавсредство для подводной охоты, которое позволяло бы легко и бесшумно перемещаться по акватории. Чтобы было небольшого размера и веса, что не требовало значительного времени на подготовку к заплыву. Взял, донес, поплыл. Подводные буксировщики дорого, ненадежно и неудобно. Лодки, тормозка и тоже надежная. И тут я увидел практически идеальный для себя вариант от подвоха из Приморья. Лодочный электромотор плюс пеноплексовый плоть. Всем моим хотелкам он соответствовал. Легкий 10 кг, компактный и цена не заоблачная. В 21 году я бы уложился в 20 тысяч, но в 22 мне пришлось за весь комплект выложить 29 тысяч. Мотор 13 и литиферум полимерный аккумулятор с зарядкой тоже 13 тысяч. Ну плюс мелочь. И вот звезды сошлись и в июле 22 года я приступил к постройке и испытаниям своего L-борда, электрической доски. Полный заряд. Все готово. Первые испытания показали, что преимущество мотора в цене и весе 2,3 кг обернулись недостатком скорости. Тянуть тело, погруженное в воду, ему оказалось трудновато. 40 минут. Все прибыл. На острове я плавал. На острове я плавал, зафиксировал. Поплыл в траву, где стрянулся. Там вот стрянул. На этот раз такое же расстояние я преодолел за 34 минуты. Вот и первые пассажиры. Все, аппарат потух. Два с половиной часа выдер. Питание номер четыре. 40 минут против ветра. В полном мундировании. так очередная модернизация плотика рукоятку сзади решил вешать на плот чтобы уменьшить сопротивление тела и сделал крепление для заряженного ружья если постоянно перемещаться по акватории разряжайте заряжайте ружье неудобно я то же самое сделал крепление так скучно от жилетки решил отбязаться так как сегодня проникается теперь на плотике идея увеличить плот и перемещаться на нем сверху позволило бы уменьшить сопротивление и поднять скорость но терялась возможность мониторить подводный мир на предмет биоресурс все спокойно руку висят и плывешь буереп герма сумка для мелочей фляжка воды это ремень для переноски плотиком это ремни для крепления грузов вот так они крепятся чтобы не слетели а это поплавок для того чтобы не потерять грузовой пояс если надеваешь его вдали от берега 1825 вышел 1855 прибыл за полчаса я преодолел 1.35 километра скорость 2.7 Вчерашние испытания показали что развесовка в этом положении оказалась очень удачной лотик выходил как бы на глиссер нос задирался и скорость в итоге оказалось 2.7 км в час сегодня я изменил угол наклона двигателя еще круче ставлю другие прокладки ну и якорь сделал по-другому использую катушку посмотрим как она себя зарекомендует выехал в 18.45 час 19.08 23 минуты получается скорость получилось 2.9 км в час в итоге как я считаю баланс был найден я максимально снизил сопротивление убрав грузовой пояс на плотик и подобрал оптимальное положение тела в воде во время движения скорость увеличилась до 2.7 2.9 км в час при запасе хода в 2 часа 23 минуты теперь можно рассчитывать на продаление расстояния свыше 6 км на этом будем считать испытание окончено актуально уже ничего не поменяется то что считал нужно доработать доработал остались мелочи мне он нравится а 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